Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Пять лет назад число занятых в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области составляло 37 тысяч человек. Сегодня в сельхозпредприятиях Нижегородской области трудится менее 26 тысяч человек. То есть за пять лет количество работающих в сельскохозяйственных предприятиях убавилось на 30%. Но при этом меньше пахать мы не стали, меньше сеять не стали и доить меньше не стали. Даже немного прибавили молока и посевные площади прибавили. А народу у нас на 30% меньше трудится. Произошло техническое перевооружение. Новый современный комбайн заменяет два старых. Новый трактор по производительности, по мощности заменяет сразу три старых трактора. Вот о техническом перевооружении, о технической политике, о состоянии машино-тракторного парка мы сегодня и будем говорить. Ну а заодно поговорим о подготовке к весеннеполевым работам. Весна в этом году идет по Нижегородской области семимильными шагами. По данным областного минсельхоза, поля будут готовы к севу дней на 12 раньше обычного. А значит и крестьянам уже нужно быть готовыми начать весеннеполевые работы. Мы ожидаем год суховатый. Здесь надо тактически изменить ситуацию по закрытию улаги, по культурам. Значит поработать с озимым клином, который является все-таки основой урожая. Сельхозтехника к началу весеннеполевых работ готова на 90%. Ну то есть практически полностью. Оставшиеся 10% в ближайшие недели отремонтируют. Но это не значит, что крестьяне начнут посевную без проблем. Шесть с половиной тысяч тракторов, которые этой весной выйдут в поле, нужно заправить. А это ни много ни мало миллиард рублей. Миллиард только на солярку. А ведь надо еще и удобрения купить, семена обновить, в конце концов зарплату работникам заплатить. Да и технику во многих хозяйствах давно уже пора менять. Устарела она не только физически, но и морально. Обновление ежегодно происходит по 15-20%. А надо обновляться уже на сегодняшний день по 40%. Ситуация с машинно-трактором-парком требует серьезного вливания. Поэтому мы в этом году применяем поддержки. Губернаторам они поддержаны. Это возмещение по комбайнам, возмещение по тракторам будет. Такого не было. И возмещение по корму уборочной техники. Если в прошлых годах это было 500 тысяч на один зерноуборочный комбайн, сейчас эта цифра будет выше. Есть лизинговые условия. Они доступнее сегодня. Многие пользуются лизингом как федеральным, и также предложенные лизинги банками. В то же время поручено губернаторам по областному лизингу по фонду поддержки АПК сосредоточиться на техническом обеспечении наших сельхозтоваропроизводителей. Этот лизинг более льготный. Он 3% составляет всего лишь. Самый дешевый, будем говорить. И поэтому он сосредотачивается на именно покупке тракторов. Мощные современные тракторы сегодня стоят от 10 миллионов рублей и выше. Комбайны и того дороже. Снизить стоимость можно за счет производства сельхозмашин внутри своего региона. Когда это все у себя, можно и производителям льготы сделать, и крестьянам. Задача как можно больше машин, механизмов производить здесь, на Нижегородской земле. Именно поэтому мы продумали механизм нашего лизинга. Мы на те товары и ту продукцию, те машины и агрегаты, которые выпускаются нашими производителями, даем серьезные скидки. 50% мы оплачиваем, вот если покупаешь ключилку Нижегородского производства, 50% тебе размещается затрат. И это позволило ускорить приобретение техники и сэкономить средства для сельхозпроизводителей. Вот только за этот год они 40 миллионов сэкономили денег, направили их на другие какие-то цели развития своего производства. Меня радует то, что мы начали выпускать свои трактора в Дойч Фуэр. 200 тракторов было выпущено в прошлом году на Павловском заводе. Махиндра, которая заявлялась на автозаводе сформировать пока цели свои, не опустила. И говорит о том, что тоже есть намерение проводить линию по строительству и сборке тракторов 5-4 класса, то есть мощных тракторов. Завод «Мелинвест» – еще один нижегородский производитель сельскохозяйственного оборудования. Ровно год назад здесь, на предприятии, проходило точно такое же совещание по технической политике региона. Тогда директор предприятия Марат Абдюшев высказывал недовольство отсутствием поддержек со стороны области именно его направления деятельности. То есть оборудование для доработки и хранения урожая. Говорил, что все поддержки идут на покупку тракторов и комбайнов, а про сушилки, мельницы, элеваторы забывают. Сегодня, спустя год, он вполне доволен вниманием к отрасли. Огромное спасибо, прежде всего, нашему министерству, личному министру Алексею Ивановичу Морозову. Действительно, сейчас повернулись в нашу сторону. Мы в прошлом году просто не успевали работать. Это насколько мощно дало толчок нашему производству. Мало того, в этом году выделяется еще миллиард рублей по пищевке, которое тоже будет обновление пищевой промышленности. Поэтому мы очень благодарны. Ну, о предприятии Мелинвест я расскажу подробнее чуть позже. Здесь в этом году немало новинок. Есть что посмотреть и что купить. А пока вернусь к предстоящей посевной. Понимая, что именно весной у крестьян основные затраты, областной Минсельхоз старается к началу апреля выдать все дотации, компенсации, хозяйствам, что остались невыданными еще с 2016 года и те, что накопились за три месяца 2017. И даже дают немного вперед. Но все же большинство сельхозпредприятий надеются на краткосрочный льготный кредит. Нет, хотя не так. Надеются они в первую очередь на себя, а льготный кредит мечтают взять. Все же 5% годовых не такая уж и большая ставка. Это по федеральной программе. Но крестьяне говорят, этот кредит не так-то просто получить. Банки дают его в основном крупным агрохолдингам. Областной льготный кредит под 6% годовых гораздо доступнее. Но и здесь у ряда хозяйств возникают проблемы с оформлением пакета документов. На совещание, посвященное технической политике, банки были приглашены, но в последний момент даже отказались от выступлений. Пришлось на все вопросы отвечать представителям Министерства сельского хозяйства. Говорю со всей ответственностью. Сегодня по вопросу наличия лимитов в регионе никаких вопросов со стороны потенциальных получателей кредитов не должно быть. Лимиты имеются в полном объеме и на короткие кредиты, и на инвестиционные кредиты на приобретение техники. Формируйте пакет документов, обращайтесь в банк, в банк-партнер. Их 10 таких банков, основные вы их знаете. Никаких отказов по поводу отсутствия лимитов быть не должно. И еще немного об обновлении парка сельхозтехники. В 2015 году в регионе был явный спад в приобретении тракторов и комбайнов. В 2016 году вроде выровнялись. Техники купили столько же, сколько и в 2013. В этом году планируют как минимум столько же, а то и побольше. Динамика она такова. Оно и в течение пятилетки, мы видим, если смотреть кривую, то взлет, то падение. У нас сельхозтоваропроизводитель, он понимает, что приотстал в этом деле и резко начинается закупка. Но тут все еще связано с доступностью в кредитах. Здесь в этом году инвестиционные кредиты, сумма будет солидной, более 3 миллиардов рублей выделяется нашей Нижегородской области по федерации. Да и по областному бюджету не меньше будет. Поэтому возможность открывается в закупке гораздо шире, чем было в прошлом году. Мы считаем, что уровень техники, которую мы должны приобрести, она будет не ниже 2013-2012 года. Ну и в преддверии весны особая роль ложится на обслуживающие, сервисные организации. На них в прошлые годы было тоже немало нареканий. В майские праздники, а это пик полевых работ, то свободных специалистов у них нет, то нужную запчасть выходные привезти не могут. Я предупреждаю, что праздник это не праздник. У нас с вами весной праздников нет. Значит, не доводите до того, я серьезно об этом говорю, что мы просто-напросто будем обращаться к тем дилерам, которые вам делегировали полномочия, что нам такой здесь дилер не нужен, который не работает, во-первых, для того, чтобы эта дилерская компания продвигала свою продукцию путем оказания не только представления продажи, но и оказания сервисных услуг, а просто-напросто будем просить решать, что в нашей компетенции, и мы свои тоже у нас в этом применим. Нельзя так. У нас с вами не заканчивается наша деятельность, наша работа, она только начинается в этой посевной компании. Ну и немного о программах поддержки сельхозпроизводителей, которые будут действовать в Нижегородской области в этом году. Они хоть напрямую с покупкой сельхозтехники и не связаны, но это тоже дополнительные финансовые средства для хозяйств области, которые можно направить в том числе и на техническое обновление. Два рубля сто процентов остается на молоко. Если Россия там немного убавила, то мы добавляем с областного бюджета и увеличим эту сумму на 400 миллионов рублей. Таким образом, не менее двух рублей хозяйство будут получать. Не все. Есть градации, чтобы вы знали. Отдельные хозяйства, особенно крупные, где надой молока на одну фуражевую корову будет составлять более 5000 килограмм, то они будут получать кто-то 2 рубля 30 копеек, кто-то 2,40. У кого выше надой, значит, там тоже градация имеется. Мы начальник управления доведем. То есть, чем выше валовое производство, тем больше будет выплачиваться финансы на молоко. Два рубля будет работать еще, кроме этого, кто будет заниматься реконструкцией. Два рубля тоже на литр молока, чтобы вы знали. С этого года эта программа возобновляет сам. Все племообъединения, племзаводы, племрепродукторы не смогут продать молодняк за пределы Нижегородской области, потому что сейчас начинаются прививки. И этот скот можно только продавать на территории области. Но если раньше вы получали условно 40 рублей за голову, то в этом году вы будете получать где-то 50-60 рублей. То есть мы увеличим сумму тем хозяйством, которое будет реализовывать этот скот на территории Нижегородской области. Мы тоже здесь идем навстречу. Есть еще ряд программных дел, связанных с поголовьем. По четвертому кварталу обязательно на каждую голову, на 10 голов, на 20 голов будет определена сумма по окончании года на каждую голову. Где-то рубль, где-то два мы планируем, чтобы поднять уровень поголовья скота на территории Нижегородской области. Потому что население наше, к сожалению, население, ЛПХ так называемое, они нам дали минус 5 тысяч в прошлом году, 6 тысяч в этом году. Мы не видим там увеличения, поскольку сельский житель стареет. Ну и второй фактор – это магазины, где у нас уже присутствует молоко-баночка в каждом селе. Это тоже сильно повлияло на содержание. Еще немного приятных цифр. При покупке доильных роботов областной бюджет компенсирует до 40% затрат. Специальные жадки для кукурузы и рапса, а также плющилки для зерна обойдутся нижегородским крестьянам на 25% дешевле, чем их коллегам из других регионов. Сушилки для зерна стоимостью до 15 миллионов рублей обойдутся лишь в полцены. А если это нижегородская сушилка, то по федеральной программе 1432 за ее покупку еще дополнительно компенсируют 25%. В целом же на поддержку сельхозпроизводителей областной бюджет в 2017 году выделяет 1 миллиард 620 миллионов рублей. Вот такая ситуация в Нижегородском агропроме перед началом посевной. Сказать, что простая? Ну, пожалуй, нет. Да она никогда простой и не бывает весной на селе. Сказать, что критическая? Тоже нет. Точно не критической. Скорее просто рабочая, деловая. У кого-то предпосевной мандраж, боятся, что не успеют подготовиться нормально к посевной, а кто-то уже готов и ждет только хорошей погоды, да когда снег с полей сойдет, чтобы побыстрее выйти в поле. Тему технического перевооружения, сельскохозяйственной техники и оборудования я продолжу сразу после рекламы. Продолжаем программу. Урожай мало убрать, его нужно еще сохранить. А многие сельхозпредприятия продают зерно напрямую с поля во время уборки за бесценок. А все потому, что у них нет современных хранилищ, нет оборудования для доработки, для просушки зерна. А между тем, все это оборудование производится в Нижнем Новгороде. О предприятии, которые его производят, мой следующий рассказ. Сушилки и сортировки. Калибровщики зерна и мельницы, комбикормовые заводы и элеваторы под ключ. Все это сегодня предлагает предприятие «Мелинвест». Более 150 наименований различной продукции для подработки, хранения и переработки зерна производятся этой компанией. Мы делаем комбикормовые заводы, разные производительности делаем, и маленькие, и большие для каждого потребителя. Делаем элеваторы, вот сейчас будем делать, мельницы, ну а по мельницам, я не знаю, мы их столько сейчас выпустили. Кстати говоря, вот в Сирии, как наши военные участвуют в ВКС, а мы там строим мельницу на 600 тонн в Сирии, которые, думаем, пусть их хватается где-то ближе к сентябру месяцу. В Нижегородской области мельниц хватает, а вот сушилки, элеваторы, комбикормовые заводы нашим сельхозпроизводителям жизненно необходимы, поскольку потерь зерна происходит не только в поле, но и после уборки урожая. На сегодняшний день крестьяне сумасшедшие затрачивают это самое средство, энергию, посевную проводят, так сказать, прополку проводят, уборку, а после, так сказать, где хранить, где убирать. Часть урожая теряется? По нашим данным, где-то по данным Минсельхоза, где-то порядка 20% теряется урожай, может, соприсать какие-то деньги. В первую очередь, зерно сразу после уборки нужно высушить, иначе оно просто сгниет. Милинвест предлагает сушилки любой мощности, на любые объемы зерна и под любой вид топлива. Можно на твердом топливе, можно на дровах, все, любые вопросы. Солярки на бензине? Вопросов нет. Пожалуйста, у нас разница есть, потому что газа, газоэффицированность мало, можем на твердом сопливе, на солярке, на керосине, на чем угодно. Вам нужно вмонтировать новое оборудование в уже имеющиеся площади или добавить к ранее установленным агрегатам? Не проблема. Милинвест сделает вам оборудование по индивидуальному заказу. Мы так и делаем. Кстати говоря, если говорить по правилам гостехнадзора или Ростехнадзора, нужно делать проект. Но мы и проект в том числе делаем. Пожалуйста, проблем не будет. Пик стоимости зерна приходится на вторую половину зимы. Потому хозяину, умеющему считать деньги, обязательно нужно хранилище. Не просто сарай, а оборудованное хранилище, чтобы зерно там за несколько месяцев еще и улучшило свои качества. И здесь Милинвест придет на помощь. Вот такой быстровозводимый элеватор под ключ устанавливается всего за 2-3 недели. Для него не нужен фундамент. Достаточно лишь ровной площадки. И даже предварительная сушка зерна не обязательно. С помощью системы активной вентиляции зерно доходит до нужной кондиции во время хранения. А датчики, расположенные внутри вороха, круглосуточно отслеживают температуру и влажность зерна. Они быстро возводятся. И очень дешево по сравнению с теми же металлическими силосами. То есть где-то в 4 раза получается такое хранилище дешевле. Мы немножко проанализировали. То есть такого рода хранилища, системы Каннабер, можно поставить от 750 тонн до 450 тысяч тонн хранения. Сегодня у предприятия немало новинок. Сортировки, калибровщики зерна, что особо актуально для семеноводческих хозяйств. Одна машина может разделить зерновой материал на несколько фракций по плотности, форме, размерам и свойствам поверхности. Сейчас мы сделали уникальную машину, которая в России не производится. До недавнего времени она завозилась из Германии. И Дании, не буду называть компанией. И ставилась на семенных заводах, тоже конечная машина, или на семенных линиях. Сейчас эту машину производит Мелинвест. Преимущество по сравнению с БЗК-18, БЗК-9 – это то, что эта машина разделяет уже продукт по весу не на две фракции, а на шесть. До шести фракций она может разделять зерновой материал. 2016 год для предприятия Мелинвест стал годом прорыва. Увеличился как ассортимент производимой продукции, так и объемы продаж. Толчок к этому дали федеральная программа 1432, по которой на это оборудование предусмотрена скидка 25%, и областная программа, по которой хозяйством области компенсируют еще до 50% от стоимости сушильного оборудования. Этой возможностью многие нижегородские сельхозпроизводители и воспользовались. Мы в прошлый год приобрели зерно-очистительную машину БИС-100 и поставили сушилку ВЕСТ-20. Оборудование нам поставили быстро, отработало все очень хорошо, проблем никаких нет. Мы в первую очередь, когда в прошлый год покупали, рассматривали сушилку для сушки кукурузы, развивали эту тему, она отработала прекрасно. А сейчас, поскольку мы занимаемся элитоводческое хозяйство, интересен смысл дальнейшего полного цикла для получения готовых семян. То есть на первичную машину мы купили, сушильную купили, и теперь для полного. То есть триерный блок, пневмостол, вот эти все остальные вещи для получения готовых семян, вот эти машинки мы рассматриваем. Мы, когда прошлой осенью были в Москве на выставке «Золотая осень», мы рассматривали такие же аналоги импортного производства, но по ценам, конечно, мы сейчас не готовы покупать машины. А милинвестерские, на них хорошие программы, поэтому рассматриваем. Вот эту сушилку минувшим летом установили в агрохолдинге «Нива» Бутурлинского района. К слову, это одно из самых преуспевающих аграрных предприятий региона. За сезон через сушилку прошло 15 тысяч тонн зерна. Это и злаковые, и кукуруза, и рапс. Все-таки мы имели какие-то определенные сомнения, смогут ли в срок поставить, все ли будет скомплектовано на хорошем уровне. Никаких, абсолютно никаких накладок с поставкой, абсолютно никаких накладок в процессе пусконаладки, как запустили 26 июля на уборке азимой пшеницы и законсервировали 7 октября после уборки кукурузы на зерново. Абсолютно никаких накладок нет. Со стороны производителя в течение буквально, не знаю, 2-3 часов после звонка приезжал специалист для того, чтобы именно в процессе пусконаладки какие-то шероховатости, регулировки, доводки, все равно оборудование для нас было новое. Отработало просто выше всех похвал. Могу только посоветовать, по крайней мере присмотреться к этому оборудованию, а с учетом всех программ софинансирования оно и не так дорого обходится. В 2017 году Милинвест планирует еще увеличить объемы производства, поскольку и областной, и федеральные Минсельхозы ставят задачу увеличения производства зерна. А его в любом случае нужно очищать, сушить и хранить. Я понимаю, не хватает тракторов, комбайнов, там селок, но без законченного цикла, без хранения, без очистки зерно будет пропадать. Если вы хотите не просто сохранить зерно, а продавать его высшего качества по максимальной цене, обратитесь в компанию Милинвест. Здесь вам всегда предложат комплекс оборудования, оптимально подходящий для вашего предприятия. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни. Беспрекрас. Увидимся. Всего вам доброго.